Планировал приобрести телефон на площадке Куфор, чтобы вышло дешевле. Хотел купить новую модель айфона, договорился с продавцом. В последующем, когда пришел на почту, мне предоставили совершенно другой телефон в разбитом состоянии, бесконфитующий. Молодой брещанин, посчитавший нужным скрывать себя, стал одной из жертв интернет-мошенников. Схема достаточно простая, и несмотря на это, люди продолжают вестись на уловку преступников. Желая сэкономить, брещане приобретали поддержанные смартфоны у граждан, размещающих объявления на свободных торговых площадках. А уже после в посылках на почте обнаруживали некачественную технику. И историй таких достаточно. Мужчина приобретал посредством торговой площадки Куфор мобильный телефон Xiaomi, а получил мобильный телефон Micromax с многочисленными трещинами на экране и корпусе. Экспертами-товроведами будет определена остаточная стоимость полученных посредством посылки мобильных телефонов, с помощью чего правоохранительными органами будет дана правовая оценка данным преступлениям. Всего с начала года сотрудниками комитета было проведено более 400 товароведческих экспертиз. Желая отстоять свои права, люди обращаются за проведением исследований, либо инициатива исходит от правоохранительных органов. Эксперты дают комплексное заключение, на основании которого человек может дальше обращаться в суд или в милицию. Проблема в том, что люди не знают, что покупают. Думают, что приобретают дорогостоящую вещь, за которую платят денежные средства, а получают совсем другой товар. Конечно, ситуацию лучше предупредить, чем потом решать возникшие проблемы. Поэтому специалисты комитета судебных экспертиз просят людей быть внимательными и осторожными при проведении таких сделок. Покупка кота в мешке не всегда может увенчаться успехом, а винить в произошедшем после будет уже некого, кроме себя.